Танюша, доброго здоровьи. Я вижу у вас и маринованные грибы, и сушеные грибы, и разные сушеные ягодки. Не могли бы вы рассказать о грибах сначала? Что там, какие грибы, какими целебными свойствами обладают? Для чего их применять? Во-первых, грибочки все идут лечебные, целебные. Грибочки северные, экологически чистые, коми-республика. То есть их можно и есть, и одновременно, и еще лечиться. Да, используют в лечебных целях. Значит, лисички у нас идут самое лучшее антипаразитарное средство. Да, белый гриф в сушеном виде, он получается, улучшает работоспособность мышц сердца. Ух ты! Не зря я ем суп-пюре из белого гриба. Да, да. Кстати, грибочки можно сушеные употреблять даже в сыром виде. То есть хорошенько? Да, перемолоть кофемолочки, например, и добавлять в любые блюда, в щи, в борщи, в сыры, в салатики. Это будет очень вкусно и полезно. Значит, ягодки у нас, каждый из этих ягод имеет свои свойства для организма. Брусничка у нас идет для сердечка, для почек. А где брусничка? Вот она, брусничка, пожалуйста. Вот она, сушеная, да? Есть сушеная, которую нужно заваривать, а есть уже вяленая, которую можно употреблять даже без термообработки. А вяленая это вот эта вот? Вот она рядом. Вот эта вот вяленая. Это калина. А вот эта вот брусничка. А это? А вот эта брусничка сушеная. Сушеная. Значит, вяленая и сушеная. Калина. Чем она полезна? Ну, колено, во-первых, снижает давление. Давление снижает, да? Да, и калину можно употреблять просто как оздоровительный комплекс для организма и для того, чтобы снизить давление. А вот это у нас что? Вот это у нас Годжи. Да, дальневосточная ягода. Она стимулирует, хороший стимулятор активности или как? Да, она, во-первых, очищает организм, выводит шлаки, токсины, отечность очень хорошо снимает. Вот, ее употребляет по 5-7 ягод каждый день. Просто многие думают, что если употреблять в большом, да, конечно, в большом количестве за один раз, то все получится сразу. Нет, это долгий процесс, это нужно употреблять ежедневно по 5-7 ягод. То есть, идет естественный процесс, его не надо не ускорять, не тормозить. Вот как идет, так и просто слегка подкрыть. Конечно, конечно. Что это у нас такое? А это у нас чабрец. Нет, это перемолотый чай, чабрец, там стебелечки, лепесточки, цветочки. Это что у нас? Это клюква лесная у нас. Клюква лесная. Клюква болотная. Клюква, она считается как антивирусная. Антивирусная. Антивирусная, да, ее можно употреблять кисленькая. Кисло-сладкая. И в основном, значит, очищает, может, круг, если так, да. Да, да, да. Круг, лимфу. Да. Вот она так. То есть, ее можно сказать, можно порекомендовать использовать в холодное время года, чтобы не было конструктивных. Конечно, конечно, да, профилактика ежедневно надо проходить. Красная рябиночка у нас. О, мы отлично, Таня, сказали. То есть, профилактика. Важно профилактику организма делать не с помощью каких-то лекарств, а чтобы это было и питание, и, будем говорить, и лечение, и укрепление. Конечно, конечно. А для этого вот это как раз у нас ягоды и используются, сушеные, особенно. Так, это что у нас? Это красная рябина. Красная рябина. А она, для чего? Красная рябина у нас разжижает кровь, нормализует давление, вот, и также оздоравливает организм. В принципе, во время, в холодное время года мы завариваем рябину, получается, и шиповник вместе. И шиповник. Вот это шиповник? Да, это шиповник, да. А вот это что? Тоже шиповник, но он разных сортов. Вот этот идет тонкая кожура, он идет сладенький шиповник. Сладенький? Сладенький, конечно. Многим людям нельзя употреблять кисленькое, да, у кого кислотность повышена, кислый шиповник им бредно. А это кисленький? А это кисленький. Этот большой, этот меньший. Да, это сорт разный. Здесь, получается, у нас тонкая кожура, шиповничка. Вот он идет сладенький. А этот идет, получается, кисленький, он такой вот идет, вяленый, недосушенный, чтобы было удобно его заваривать. А вот этот рожий где там, в лесу? Да, это лесной, дикий лес, до него очень долго добираться пешком. А это степной или как? А это, получается, луговой. А, луговой, да. Потому что, еще раз говорю, откуда? Коми-республика. Коми-республика, потому что у нас в основном степи растет, и я так знаю, где-то вот что-то среднее между этими двумя. Он такой, ну, средний. Средний. Да, лесная земляника самая целебная. Да, да. Малина, у вас есть какая? Малины нет, есть земляника. Малину привезу в следующий раз. Мы же просто едем к другой выставке, и малиночку там разобрали. А когда ее придумали? С 16 по 20 декабря будет выставка «Новогодний подарок». Хватит? Хорошо, есть малина в баночке вот такая вот. Пятиминуточка. Да, очень хорошая. Ну, давай-то малина в баночке. Угу. А земляника по чем такая? Так, земляника у нас сухая, что это вот. 700 рублей 100 грамм. Это дорого? Дорого, конечно, она никогда не была дешевой. Потому что, во-первых, ее очень тяжело собирать. Во-вторых, она аж получается оздоровительный комплекс витамин. Если в других там идет по одной, по одному виду витаминчик, а там получается комплекс. Поэтому многоудобнее. Так, и малиночку. Так, что? 1250. Так. Так. Так, жду вас с 16 по 20 декабря на выставке. Да, на воду. Конечно. Так, это у вас 100 рублей упало? Не надо сорить. Все, ждем. Продолжим. Вот это значит земляника. Земляника. Лесная, да? Да. А это что у нас? Это можжевельник. Это ягода и можжевельника, да, который снижает холестерин, при этом поднимается иммунитет. А же с чего он снижает холестерин? Ну, от его свойств. От его свойств? Да, да. Знаете, вот все свойства, они определяются за счет вкуса. Вот я попробовал, вот это у нас сладенько такое, безумительно приятный вкус вот для тела. Можжевельник, я сейчас грызу, он у нас обладает особой какой-то душистостью, похучестью, вот эти эфирные, да, квойные. Квойные, да. Квойные вещи в первую очередь рассасывают холестериновые бляшки, уничтожают разного рода микробы и грибки, вот, и расширяют сосуды, то есть, да, и как-то добавляет больше энергии, что у меня так голова как-то прояснилась. Интересная вещь. Да. Что это у нас? Это черника. Черника для глаз, в основном, говорят, да? Но она еще улучшает работоспособность смолтка. Вот, получается, для того, чтобы не было, как говорится, инсультов, надо периодически профилактику проводить, ежедневно употреблять по пять ягод, сушить. То есть, в чернике содержится витамин, который укрепляет стенки сосудов, и за счет этого, значит, у нас не инсульт, а не инфаркты там не будет. Да, конечно, конечно. А вот это что у нас такое? Вот это у нас та же черника, которая идет сушеная, ее заваривать. В принципе, мы вяляем чернику для того, чтобы наши бабулечки, дедулечки, которые проблемы с зубами, могли спокойно ее употреблять. Даже не заваривать, без термообработки. Вот смотрите, мы с Таней беседуем, и человеку пожилому, который может пострадать от инфаркта, инсульта, профилактически можно не принимать какие-то специальные лекарства. Конечно, конечно. А вот она, природная аптека, которая позволяет добиться того же профилактического эффекта. Это у нас что у нее? А это у нас морозостойкая вишня северная. Вишня морозостойная. А она, что вы о ней скажете? Ну, опять же, для крови. Опять для крови, то есть это кроветворное? Оно получается очищает. Очищает? А за счет чего она очищает? За своих свойств. За счет своих свойств. Оказывается, знаете, в вишне содержится вот это красное вещество, красное. Вот это разные пигменты. Они маленькие, маленькие. И вот они способствуются тому, что на себя адсорбируют разного рода шлаки, в том числе и в крови, и очищают. Можно так сказать, подытоживая наш разговор, что если вы хотите избавиться от паразитов естественными сердцами, пожалуйста, лисички принимайте. Конечно. Укрепить организм. Вот они, грибы белые, особенно для сердца, вы говорили. Теперь, для того, чтобы не болеть простудами, чтобы у нас сосуды были, чтобы у нас не было ни инфакта, не инсультов. Вот они, ягоды сушеные, которые можно из них сделать чай, заваривать, компот, так есть. И получать полезный эффект. Конечно. Итак, где вас найти? На выставке. На выставке здесь, да? Мы участвуем. Вы приезжаете. Конечно. А так, когда выставка закончится? Ну, в принципе, у нас есть сайт свой. Мы отправляем, присылаем. И можно нашим получить? Да. Что бы вы еще добавили своим будущим покупателям? Покупателям, да. Приходите к нам, звоните нам, приходите на выставки, оздоравливайте свой организм, обогащайте витаминами, естественными, лесными, дикорастущими. Спасибо большое. Пожалуйста.